Всем привет! Меня зовут Диана. Я хотела записать отзыв о ретрите, который прошел в ЛОО 31 марта 5 апреля. Вообще, конечно, для меня само название ретрит, наверное, оно даже не отражает сути того, что я получила. Для меня это больше как трансформационная программа, трансформационная программа именно над собой, за счет которой вообще человек открывает свои новые грани, то есть свои новые возможности. Я, когда узнала вообще, что этот ретрит будет проходить, я тут же сразу же на него записалась, и у меня даже не было сомнений, что я туда попаду. Я уже была просто на ретрите у Светланы, и мне очень нравится ее подача, мне нравится ее искренность, открытость. Мне нравится то, что практически на любой вопрос у нее есть очень такой, сказала бы, хороший ответ, в плане, что этот ответ как будто бы из прожитого личного опыта. То есть не то, что где-то она услышала, она этот опыт сама прожила, она очень чутко и четко отслеживает вот эти свои состояния и умеет их передать другим людям. Вот. И вот эта вот откровенность, правда, она, честно говоря, подкупает, хоть и не всегда приятно о себе слышать какие-то моменты, которые, ну, скажем так, ты не очень хочешь в себе видеть, они тебе не нравятся, ты по какой-то причине делаешь вид, что в тебе их нет. И, может быть, не каждый готов к этой правде, но мне это было очень нужно, и я именно ехала за этим. Моя еще одна такая основная, наверное, цель этого ретрита – это попробовать себя, ну, в общем, попробовать голодовку на сухую, да, потому что раньше я этого не делала, всего одни сутки я была на сухих, и мне после этого стало очень плохо, я как-то, говорят, ну, как говорится, расклеилась, и в этот раз мне очень хотелось все-таки вот этот барьер преодолеть. У меня получилось 3-3 суток проголодать, но даже суть не в этом, а суть в том, что после этого я начала пить, когда все уже вышли, я тоже вышла, начала помаленьку чуть-чуть совсем кушать, и вдруг я поняла, что как бы у меня на самом деле голода нету, я кушаю не потому, что мне хочется кушать, а просто потому, что я привыкла это делать, и как бы вопрос тут был, ну, это я сама поняла, что на самом деле как бы вопрос был, а что делать-то, если не кушать, то есть там два раза в день нужно что-то съесть, сходить в магазин, приготовить себе еду, а тут ничего этого делать не надо, высвобождается огромное количество времени, энергии, и после ретрита я еще 3 дня не кушала, я пила водичку, немножко пила гранатового сока, и меня удивило то, что совершенно не было чувства голода, ну, для меня как человека неопытного вот в этих, скажем, вопросах голодовки, это определенный успех, то есть я для себя открыла голодовку не через... если раньше я пробовала, я всегда шла через такие внутренние терзания, мне было плохо через страдания, я хотела пить, я хотела кушать, я хотела, ну, как бы ждала этих часов, считала, когда же я все-таки вот уже покушаю. Сейчас у меня было совершенно другое состояние, мне не хотелось есть, и я поняла, что суть в голоде, наверное, это не про покушать, а это просто, чтобы убрать вот эту привычку, постоянно что-то кушать, постоянно что-то жевать, постоянно что-то там пить, это просто вот как вредная привычка, потому что организм мой чувствовал себя просто потрясающе, и сейчас, когда я начала есть, я прям ощущаю такой недостаток, мне хочется опять этого голода, и, честно говоря, не хватает команды поддержки, которая у нас была на ретрите именно среди нас, всех участников, мы друг друга себе поддерживали, мне этого не хватает, потому что, повторюсь, как и для человека неопытного, конечно, мне сложно вот так взять себя в руки, и дома на данном моменте, этапе моего развития, сложно это делать в одиночку. Поэтому я, конечно, слежу за информацией, когда будет следующий ретрит, и когда я смогу на него приехать. А ещё я такое интересное, поделюсь таким интересным для меня событием, я встала на гвозди, ну, кто вставал, тот знает. Первый раз я пробовала месяц назад на прошлом ретрите, простояла 3-4 минуты в терпениях, в боли, в мучениях. Сейчас я не знаю, сколько это было по времени, потому что Света просто взяла меня за руки и вела через, как бы, моё осознание, что же я хочу, то есть через моё намерение. Я создала намерение перед тем, как встать на гвозди, и Света мне помогла вот это намерение раскрыть. И, честно говоря, для меня это совершенно просто необыкновенный, сногсшибательный опыт. У меня тряслось всё тело, я просто дрожала, как листок, наверное, осиновый, там вообще сколько это длилось, я не знаю, но прошло какое-то время, но уверена, что это прошло больше там 7, может быть, 8 минут. Но прошло время, и просто моё тело так расслабилось, и я совершенно перестала чувствовать боль. И пришло какое-то такое дикое состояние счастья, я просто расплакалась от этого состояния благодарности, благости, счастья, радости. Начала просто благодарить всех, всех вообще, кто вокруг меня. Это был для меня такой потрясающий опыт, какой-то совершенно новый, и за что я очень-очень благодарна, и до сих пор его так с трепетом вспоминаю. Вот поэтому, ну, не хочу, чтобы это видео так выглядело, как реклама, да, но, честно говоря, я под большим впечатлением вот этого ретрита, и под большим впечатлением своих возможностей. То есть то, что мне казалось очень трудным, что нужно это преодолевать через боль и страдания, оказалось, это всё полная чушь. Всё это можно получить и всего достигнуть из состояния счастья, радости, из состояния внутреннего спокойствия, какой-то внутренней такой уверенности, любви и гармонии. Поэтому, конечно, я с нетерпением жду следующего ретрита. Я бы его назвала даже не ретрита, а какая-то трансформация, как я это вначале сказала. Поэтому очень-очень-очень этого жду. И, конечно, огромная благодарность Свеклане за её энергию, за её чуткость, за её такую отзывчивость, и всегда желание тебе помочь. Только часто ты не всегда готов к этой помощи, то есть ты часто не хочешь слышать эту правду, которую тебе кто-то говорит. Тебе хочется поспорить, сказать, да нет, это всё не так. И если вот суметь в себе признаться в чём-то, то это открывает совершенно новые двери и выносит тебя на другой уровень. Поэтому за это, Светлане, огромная благодарность. Спасибо, всех обнимаю. Всем привет! Привет!